В кино не после уроков, а вместо. В 7-й Казанской гимназии появился необычный 3D-класс. В трёхмерном измерении школьникам показывают научные фильмы, причём создают их сами же ученики. Поход в кино не означает отмену занятий. Пару раз в неделю школьники откладывают в сторону книги и в вопросах мироздания разобраться пытаются с помощью познавательных фильмов. Научные опыты теперь не пара строк в учебнике. Как бьётся сердце лягушки и как, к примеру, на азот реагируют различные предметы, ученики видят. Причём в трёхмерном измерении. Прочитаешь в учебнике, вот там сердце, вот оно бьётся, что-то делает. А когда наглядно, потом ты всё видишь и представляешь, что у тебя в организме находится такое же и под воздействием каких-то химических веществ или ещё чего-то, оно, в принципе, так же реагирует. Роза на 80% состоит из воды. Поэтому я пускаю на жидкий азот. Булат точно решил, станет юристом. Но изучением законов не ограничивается и дополнительно занимается наукой. Поэтому несколько раз в неделю встаёт за стол преподаватель и работает с химическими элементами. Весь опыт снимает камера и проецирует на большой экран. Этим я занимаюсь для собственного развития. У меня также есть возможность учиться публичному выступлению. Фильмов в 3D-формате мало, но в гимназии с дефицита делают не проблему. Здесь есть студия и видеобиблиотеку создают сами ученики. Сегодня, пока мы кустарно делаем, ребята снимают. Нам будут помогать учёные, инженеры снимать эти фильмы. И я полагаю, что эти фильмы потом можем предложить и другим школам России. На показах были даже родители. В афише есть и то, что выходит в мировой прокат. Но за новинками не гонится. Ведь ученики ждут премьеры не нового блокбастера, а научного фильма. Ксения Жаркова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.